Всем привет! 1 августа 2022 год. Город Новокузнецк. Вокзал, да? Все, выдвигаемся в поход. Алтай, горы. Надо найти Toyota Highs номер 246. Вокзал старый, вокзал новый. И прямо автовокзал. Я знаю, город будет, я знаю, саду есть. Когда такие люди, там на здании будет, в стране советское есть. Вот это, в городе Новокузнецке. Наши заставляли в школе учить Маяковского. Ну, такие, из кладушки, ну, ничего вроде как. Чарик, за как уши стоят они, да? Часть коллектива увидели, машину видим. Загружаемся. Всем привет! Здравствуйте! 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 Всем пройди, маленько! Здравствуйте, здравствуйте! Я, наверное, впереди сяду. Поставьте, пожалуйста, сюда, на всякий случай. Пусть вода будет всегда. Алексей? Да? Был в тех краях? Верите, нет? Первый раз. Ну, мы тоже первый раз, поэтому у тебя есть надежный штурман. Штурман. Самый верхний можете вот сюда, вот, между сиденьями поставить. А, Мико, смея, нормально, нормально. Парень Екатерина говорит, новые приключения начинаются, да? Новые приключения. Да. Шуриков. Пойдем. Поход. Все. Вокзал. Так говорят, держите чемодан, и вокзал отходит. Так, остановимся воды купить. Сейчас вот здесь вот, перемок, наверное, вот, перебор. И, скорее, уже какие-то товары купить. Заднее правое колесо, как будто стравило. Трешечки не качать. Воспользовались туалетом, магазин есть. Подкачка шин, пожалуйста. Едем дальше. Тайский край. Встречаем нас. Встречает нас. Последникова. Вот. Все разваливается. Да, основной транспорт это Нивы, трактора. Вот техника полевая. Картофель-копалки похожи. Ну, Штулин. Тут уже более богатый. По технике даже, да. Более обрезать. Еще и стал попадаться в хойный лес. В одном месте ехали только березы и осины. Яйцовка. Местный рынок вдоль дороги. Картофель продают, морс продают. Перекачиваю мышь. Пелорама вообще. А, уже крыши даже нет. Пелорам. Бензин. 95, 47, 50. Столб, то, что их поставил. Это машину уловить. Мартынова. Весовой контроль. То есть, 200 метров. Автоматически сейчас работает. А раньше такие люди стояли в погонах. Ну, друзья, подъезжая к Письку, погода испортилась. Роксмит. 22, 30. 22, 30. Проекта только кольцо. На Новосибирске 350 километров. Дальбийске 5 километров. Поселок Пригородный. Ничего там того, что дорога после бомбежки не станет. Да, там такая, качает. Поэтому, наверное, средняя скорость все равно, как ни крути, она выходит 70-80 километров в час. Не стал показывать, гаишник сейчас вас остановил. Ну, нормально все, короче. Есть люди, правильно говорится. Так что... Гаишник остановил, проверил документы. Подсказал дорогу. Да, куда свернуть, как поехать. Едем дальше. Путешествие продолжается. При том, что подошел, веселый, вылечивый, правда? Без всяких. Никаких не это. На самом заезде светофор-то не работает. Это Чуйский трактор. Через весь город теперь поедем. Всегда фуры все соберем. Здесь Чуйского трактора посреди дороги стоит. Только Стелла была бить к ворота Алтая. Река Биа. Господа жизненная граница с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Алтая. Трасса является частью Азиатского маршрута. Тут еще был, наверное. Брузья чуть отклонились. Вы сначала Андрея сюда зашли, да? Да, пойдем посмотрю, конечно. Книгу жалов прочитаю. Вы что, на второй этаж идете? Какое питание, зал. Ну, друзья, самый простой способ. Что пишут? Спасибо, уют. Смачно все. Спасибо большое, очень вкусно. И чистенько. Спасибо большое за вкусный обед. Очень вкусно. Спасибо большое, уважаемые Татьяна Сергеевна Александровна Михайловича. Атлеты. Компот. Кстати, больше 40 рублей стоит. Атлеты 80. ИП Чиковский Юрий Васильевич. Ну что, спасибо тебе. Покормил вкусно. Оставнули коррупцию. Все нормально. Чудеса. Зачем об этом писать? Надо работать. Навигатор показывает, что здесь на 50 километров ближе. Но дело в том, что дорога хуже. И намного опаснее. Потому что закрытых поворотов. И не разгонишься. Не верьте навигатору. И езжайте по уронам и гестралям. ДТП. Птичка. Птичка. Спускаемся. А там тропа такая среди карликовых неразов. И птенец там по тропе скачет вперед. И никуда в кусты уже. И вот шаг делаешь. Вот тут. Терево бежит. Солонежский район. Самое интересное, что написано. Пещера есть. И какой-то каскад водопадов. Попалась вывеска. Акуй. Река. Акуй. Акуй. Польная основана в 1737 году. Что-то здесь добывали. Указатель там стоял. Да. Указатель. Это район, наверное. Ребят, какой красивый. Так у нас красный, вообще красный, желтый. Ну да, но лучше не есть. Я люблю. Пробовал? Холодная вода? Да нет, такая сильная. Ребина. Друзья, айс черный, сейчас постараюсь к нему ближе подойти. Полетело, все, все, все. Друзья, айс очень простой, то есть он просто круг сделал по реке и опять сел на дорогу. То есть он или камешки собирает, может червячков какие-то, сейчас будем его проезжать, но он машину не боится. Как будто водой вымыты. И причем вазовые пещеры. Видео можно припросить. Достопримечательное место, смотрите, туда можно подняться по лесенкам. Вперед нахеологический парк, колыбель человечества. 664, над уровнем моря, вот. Сколько едете и одна фотография? Давайте, давайте. Общих. Давайте. Продолжение следует... Считаю, что полад. Считаю, что полад. Судя, сами пещеры. Судя, сами пещеры. Судя, сами пещеры. Судя, сами пещеры. Тоже полуброшенный. Вот она настоящая сибирская глубинка. как она вот эту дорогу виде дать навигатор а по поводу 26 мудрит мудрит на сам по карте посмотрел нормально пока все сам посмотрел нормально 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 доедем а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА